МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кинологи Центра внешкольной работы стали победителями на международной выставке собак. Далее расскажем обо всем подробно. Здание бывшего санатория «Солнышко» на Карла Маркса, 12, собираются передать из федеральной собственности в муниципальную. Сейчас там размещается 44-й детский сад, здание которого ремонтируют. Взамен город передает в федеральную собственность пустующее здание бывшего профтехобразования Назернова, 26. Этот вопрос подняли на заседании Городской думы. Депутаты приняли положительное решение. После возвращения 44-го сада в родные стены в «Солнышке» откроют 6 групп дошкольного образования компенсирующей направленности. Также депутаты рассмотрели внесение изменений в бюджет Сарова. Они касались безвозмездных поступлений с бюджетов других уровней. Доходную часть мы увеличиваем на 966 млн 589 тысяч рублей, а расходную часть увеличиваем на 911 млн 689 тысяч. То есть на 54 млн 900 мы уменьшаем муниципальный долг. Уменьшение муниципального долга и дефицита бюджета связано с соглашением о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов. То есть объем муниципального долга не может превышать 40% собственных доходов. Любовь Маркова подробнее остановилась на изменениях, которые касались этого года. Увеличение идет по инженерной и транспортной инфраструктуре, малоэтажной застройки для многодетных семей по улице Нижегородской. Увеличение идет за счет областного бюджета. Это на 2019 год 40 млн 645 тысяч. И средства местного бюджета в объеме 13 млн 548 тысяч. Увеличение объема расходов идет и по программе образования. Деньги выделены на строительство школы на 600 мест на улице Зорге. По программе городского хозяйства уменьшаются расходы на благоустройство микрорайона 15 из-за несостоявшихся торгов. Также средства предусмотрены на реконструкцию очистных сооружений. Депутаты утвердили предложенные изменения. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. В Сарове на встречу с горожанами в рамках единого информационного дня пришли представители администрации, отделений пенсионного фонда и фонда социального страхования, руководители управления социальной защитой и центра занятости настеления. Специалисты рассказали о реализации национального проекта «Демография», о мерах социальной поддержки семьи с детьми, изменениях законодательства в сфере пенсионного обеспечения, основных направлениях реализации государственной семейной политики, об услугах центров занятости населения. Говорили не только на общие темы, затронули конкретные проблемы жителей. Сергей Анипченко, опережая вопросы горожан, рассказал о ситуации с детскими садами. У нас на данный момент 23 садика. Думаем, что в следующий год у нас уже будет точно 24, потому что солнышко переходит к нам. Сейчас там 44 садик, потому что 44 садик на капремонте. А сейчас запущена процедура передачи из федеральной собственности в муниципальном соцслуживании, то есть как садика. И идутся переговоры о строительстве нового садика, это 21-22 микрорайон. Также специалисты ответили на вопросы горожан об оформлении больничных и выплате пособий. Елена Грецко, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Впервые конференция «Молодежь в науке» прошла в РФАЦ в НЕФ в 2002 году и сразу вызвала большой интерес у молодежного научного сообщества. За 18 лет работы в ней приняли участие представители более 60 организаций, среди которых предприятия госкорпорации «Росатом», институты Российской академии наук, ведущие вузы России. В общей сложности было представлено более 2,5 тысяч докладов. Это, скажем так, первое публичное выступление для молодого специалиста, поскольку молодой специалист, вот он пришел на работу, у него нет ни опыта публичного выступления, но есть огромное желание выступить. Вот как раз конференция помогает таким людям, скажем так, начать тот научно-технический прыжок. Конференция у нас создана для того, чтобы у молодого специалиста появилась та базовая площадка, с которой он начнет выступать со своими научно-техническими трудами. В этом году в работе конференции приняли участие около 200 молодых ученых и инженеров, теоретиков и практиков. Для многих из них конференция «Молодежь в науке» — это не просто возможность обменяться мнениями с коллегами, но и поделиться собственным опытом, рассказать о новых разработках в различных областях науки. В первую очередь для тех участников, которые приехали из других организаций и предприятий. Это прекрасная площадка для того, чтобы познакомиться с деятельностью нашего ядерно-оружейного центра, с деятельностью молодежи нашего центра. Сегодня и перед центром, и перед нашей отраслью стоят очень масштабные задачи, задачи, в рамках которых идет и дальнейшая трансформация и развитие отрасли. Готовится программа работ и предприятий ядерно-оружейного комплекса и отрасли на перспективе 30-го года. И, конечно, вот эту программу предстоит реализовать вам. Предстоит реализовать, ну и решать те агенциозные задачи, которые сегодня поставлены перед отраслью. Это и те переоружения наших предприятий, это и работы в интересах новых инновационных направлений и тех программ, которые сегодня заявлены в руководство нашей страны. Всего на суд экспертов было представлено 165 научных докладов в пяти секциях. Теоретическая и математическая физика, экспериментальная физика, инженерные науки, информационные системы и технологии и закрытая секция. Главная особенность всех научных работ в том, что они основываются не только на теоретических знаниях, но и на практическом опыте работы. Сергей Сырвычев приехал из города Лесной. Для выступления на конференции молодой человек подготовил доклад, посвященный термовакуумному напылению легкоплавких покрытий. Я этим, этой разработкой занимаюсь уже более трех лет, и это именно то, что я делаю на работе. Все просто. Есть металл, есть испаритель. Испаритель многотигельный, то есть много отверстий. За счет того, что там много отверстий, получается распределение покрытий любой конфигурации. Хочешь, там 100 микрон, хочешь 20, любой точки. Какое требуется, такое и будет. Как признается Сергей, узнав о конференции, он сам проявил инициативу приехать в Российский федеральный ядерный центр и выступить с докладом. Для него это первый шаг в научную жизнь. Опыта выступления на сцене не так много. Есть волнение, то есть хочется показать себя, побороть какие-то некоторые страхи, неуверенности. А такая возможность выступить на такой крупной аудитории, где много ученых людей, это выдается не так часто. А вот для Евгения Столмаковой выступать с докладами – дело уже привычное. И на конференцию девушка пришла с другой целью. Работаем в Институте теоретической и математической физики, и сотрудница ядерного центра разработала численную методику и написала программу, которая моделирует излучение эллиптического излучателя. И сегодня она готова поделиться своими результатами с экспертами, чтобы в дальнейшем реализовать их на практике. Мой доклад называется «Трехмерная методика расчета генерации и распространения СШПМИ в эллиптическом излучателе». До сих пор никто не сделал вот такой излучатель. Разрабатывался до настоящее время только проболический. А у эллиптического очень много особенностей. В данном, например, он может использоваться как в медицине, как для направленного излучения в фокус. Потом для создания образцов, потому что он способен накапливать в большой заряд на поверхности. Завершилась конференция 31 октября. По результатам работы авторы лучших докладов были отмечены дипломами и памятными подарками. По материалам конференции будет издан сборник тезисов. Поздравить с 30-летием школа номер 14 пришла депутат законодательного собрания Нижегородской области Марина Еминцева. На протяжении нескольких лет она стояла во главе учреждения. За это время Марина Еминцева выпустила более двух тысяч учеников. Огромную благодарность на праздники депутат выразила сотрудникам школы. Я хочу выразить огромную признательность, низкий поклон и благодарность всем сотрудникам школы и, конечно же, учителям за очень плодотворную работу на протяжении многих лет и, конечно, за поддержку. Спасибо. В этом году школу возглавил новый директор Оксана Бережникова. По ее словам, отмечать 30-летний юбилей учреждения – это огромная честь. К событию коллектив готовился долго. На сегодняшний день в школе учатся 807 учеников. Учит и обслуживает ребят 63 человека. Мы очень активны. Нашему коллективу характерна исключительная теплота и взаимопонимание. Мы стремимся к тому, чтобы быть лучше, чтобы иметь свое лицо и занять определенное место, лучшее место в системе образования нашего города. Поздравить родную школу с юбилеем пришли и выпускники прошлых лет. Среди них депутаты городской думы Антон Ульянов и Андрей Крот. Они пожелали школе процветания, подарили ценные подарки и поделились своими воспоминаниями. Вот до сих пор я помню, это была начальная школа, вот сейчас эмблема. Видите, там эмблема висит. И у меня есть замечание в дневнике, которое я помню до сих пор. «Бросал снежки в эмблему школы». То есть, ну да, это воспитательный момент, это запоминается на всю жизнь и до сих пор. И ты начинаешь понимать, что можно делать и чего нельзя делать. 30 лет – это не такая серьезная цифра, но тем не менее пройден уже серьезный путь. И за это время в стенах этой школы получили серьезное образование до сотни, сотни выпускников. Эти выпускники, вне всяких сомнений, поступили в престижные вузы. И это, конечно же, заслуга в первую очередь руководителя. На ювелирном вечере педагогам и ветеранам вручили почетные грамоты за большой вклад в развитие учреждения. Украсили вечер веселые сценки, игры на гитаре, песни и зажигательные танцы в исполнении преподавателей, учеников и их родителей. Школа номер 14 всегда идет в ногу со временем. И какие бы задачи перед ней не ставились, достойно справляется с ними. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Корма, ветеринарные препараты, средства гигиена, наполнители для лотков. Подарки приемнику для безнадзорных животных от учеников и учителей 13-й школы с трудом поместились в машину. Это неоценимая помощь для собак и кошек, которых в приемнике содержат в основном на пожертвовании горожан. Уже не первый раз 13-я школа собирает и передает все необходимое четвероногим друзьям. С каждым разом даров все больше и больше. К тому же, благодаря таким акциям кошки и собаки обретают новый дом. Они потом рассказывают, как у них там кто-то взял, а потом вот еще прибегали, рассказывали. А вот я вот с мамой поговорила, да, это ответственно очень. Мы приняли решение в семье взять какое-то животное. Дети не просто передали свои подарки. Для них провели экскурсию по приемнику. Рассказали, как и почему в него попадают животные, как содержатся. У школьников была возможность поближе пообщаться с собаками и кошками. И приводить бы их здорово, потому что одно дело, когда ты где-то далеко слышишь о том, что кто-то страдает, а где-то видишь своими глазами, насколько важно помогать. Поэтому стараемся рассказывать о каждом животном какую-то историю. Стараемся, чтобы дети понимали, из-за чего сюда животные попадали и попадают по сей день, и почему это такая большая проблема. Такие акции нужны детям, уверены педагоги. Помогая брошенным животным, ребята получают прививку, доброты и милосердия. Учатся не проходить мимо чужой беды. Нужно кормить животных и не выбрасывать их просто так, как безделушку. Нужно животным помогать, заботиться. Кроме нас их никто не заботится о них. Помочь приемнику для животных под силом каждому из нас. Пожертвование можно приносить сразу на Зерновы 24А или на сборы, которые проходят каждый второй четверг месяца на площади Ленина в 19 часов. Список того, что необходимо четверногим друзьям, есть в группе «Приемник для животных. Верный друг. Саров. ВКонтакте». Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Завершали финальные испытания саммита ученики четвертых классов. Все они хотели победить и получить звание юного интеллектуала. Юра Адакин пришел на конкурс, чтобы отстаивать честь родной школы. Если я стану победителем, то, возможно, наша школа получит какие-то новые привилегии и поскорее построит новую. Юра второй раз принимает участие в саммите. В прошлом году не удалось выбиться в лидера. В этот раз мальчик основательно подготовился. Легко ответил на вопросы заочного тура и решил тесты полуфинала. В этом году у меня планы занять или второе, или первое место, потому что я как бы уже собрался, много книжек прочитал и посмотрел разные ролики на разных сайтах. Поддержать школьников пришли родители. Строгие правила конкурса не позволили им сопровождать ребят. Они могли помочь своим детям только на заочном этапе. Интересные вопросы. Совершенно не ожидала я, что такие будут вопросы. Где-то он сразу отвечал, а я не знала ответа. Где-то я ему и подсказала немножко. Но в основном на 90% ребенок сам все решил. Саммит проходит в три этапа – дистанционный, полуфинал и финал. Второй год подряд в заочном туре могут участвовать все ученики начальных классов нашего города. На вопросы конкурса они отвечали дома, а потом отправляли бланки с ответами организаторам. Полученные баллы были пропуском в полуфинал конкурса. Почти 800 человек у нас было участниками полуфинала. Это они уже приходились туда. И здесь в формате экспресс-теста за 15 минут они отвечали на 12 вопросов. Те, кто набрал максимальное количество баллов, стали участниками финала. Формат заключительных испытаний предполагал решение пяти разноплановых заданий на различные типы мышления, на внимание, на логику. Пять станций по 10 минут на каждое задание. Задания разные – на вербальное мышление, на логическое мышление, на пространственное мышление. Все эти задания описаны в общем плане, в положении. И родители, безусловно, имеют возможность где-то подготовить. Организаторы сохраняют интригу о результатах конкурса до церемонии награждения, которая состоится 7 ноября. Только тогда юные интеллектуалы узнают, кто стал победителем, а кто призером. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. 40 вопросов и только одна минута на ответ по такому принципу проходит географический диктант во всей России. В Сарове на базе пятой школы собралось более 200 человек, чтобы проверить знания по этому предмету. В этом году диктант разбили на две части. В первую вошли 10 простых вопросов, которые основаны на общеизвестных фактах. Во вторую часть вошло более 30 сложных заданий. Вопросы там рассчитаны на сообразительность и умение логически мыслить. Возникали сложности в некоторых вопросах, так как все эти задания были для, можно сказать, для всех возрастных групп. Некоторые вопросы были направлены на людей, которые именно занимаются географией, а некоторые были общими. Были простые, были сложные, были на логику, на сообразительность. Сейчас вышел, думаю, ошибки две, три есть. Географический диктант в России по инициативе Владимира Путина проводится в пятый раз. С каждым годом количество участников возрастает. 2019-й стал самым масштабным среди мероприятий прошлых лет. С этого года акция приняла уже международный масштаб. Присоединилось очень большое количество стран зарубежной Европы, Азии, Африки. В Нижегородской области, насколько мне известно, участвует где-то семь площадок. Самым главным является университет имени Минина, географический факультет. Диктант составляли в четырех вариантах. Первый для зарубежных стран, второй для инвалидов по зрению, третий для проведения диктанта онлайн и демонстрационный вариант. Все они на двух языках – русском и английском. И равны по степени сложности. Вообще эта акция приурочена, скажем так, больше популяризации географии как науки. Ну и, наверное, еще и проверяется знание географии как бы жителями нашей страны. Узнать правильные ответы на тесты можно будет 1 ноября на сайте Российского географического общества по уникальному номеру, который присвоили каждому участнику. А 29 ноября организаторы подведут итоги и выявят самых эрудированных географов. Их список появится на официальном сайте географического диктанта. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, САРО-24. Едят ли в Японии дельфинов? Почему в Турции сидят со скрещенными ногами? И какие достопримечательности можно увидеть в Англии? Ответы на эти и другие вопросы узнали ученики школы номер 13. Для них в Молодежном библиотечном информационном центре провели интерактивное занятие по страноведению «Тревелгейм». Это наша новая форма работы. Она направлена на привлечение юных читателей, молодежи. Это ознакомление с разными странами мира. Такой проект мы создали для того, чтобы напомнить горожанам, а тем, кто не знает, познакомиться с тем, что у нас в городе есть такой уникальный отдел литературно-иностранных языках. И сейчас приходят детки, которые будут изучать два языка. На мероприятии библиотекари рассказали ребятам о странах Англии, Японии и Турции. Дети отгадывали загадки, смотрели анимационные и документальные фильмы, принимали участие в викторинах и квестах. Больше всего школьникам понравилось виртуально путешествовать по Японии. Мне понравилась Япония. Она очень интересная. И я узнал, что там есть туннель, где 52 километра. Я узнала, что они очень любят есть, но в Макдональдсе фастфуды не едят, потому что они не любят быть толстыми. Там на улицах просто нет мусора даже. Типа неприлично бросать мусор, поэтому когда люди приходят домой, они сортируют его. Этот урок библиотекарь планирует провести с учениками и других школ. Чтобы попасть на занятия в библиотечный информационный центр, достаточно просто подать заявку на участие. Более подробную информацию можно узнать по телефону 944-17. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. 15 тысяч книг, несколько сотен учеников и учителей и всего один специалист, который точно знает, на какой полке стоит нужный читателю сборник. Школьный библиотекарь – это человек, который не сидит весь день в тишине среди книжных полок. Его рабочий день расписан буквально по минутам. Основные обязанности – это выдача книг, отчеты, мониторинги, выставочная работа, картотечная работа, библиотечные уроки и занятия. В общем, объем работы очень и очень большой. Наталья Ломова пришла работать в библиотеку сразу после окончания института и не пожалела ни об одной минуте, проведенной среди книжных полок в компании любознательных детей. Она считает, что профессия школьного библиотекаря никогда не утратит своей значимости и совершенно не согласна с утверждением, что современные дети мало читают. Уверяю вас, это не так. У меня есть постоянные читатели, которые входят и обменивают книги не единожды за неделю. Для того, чтобы привить детям любовь к чтению, Наталья постоянно приглашает ребят в библиотеку. Вместе они обсуждают интересные темы, рассказывают друг другу о прочитанных книгах, готовят выставки. В 21 веке школьный библиотекарь становится специалистом широкого профиля. Он должен хорошо разбираться в компьютере, знать новинки литературы. Ну, в общем-то, и где-то, наверное, соприкасаем мы и с бухгалтерским ремеслом. То есть нужно почитать, оценить все, ну, то есть чтобы был в библиотеке порядок. Для ребят, которые посещают школьную библиотеку, Наталья открывает увлекательный мир литературы. Каждый из них приходит за чем-то своим. Одни за поем читают, другие интересуются современными журналами для подростков. Третий готова помогать в любом деле. Наталья Михайловна в первом классе нас привела в эту библиотеку и показала всякие разные жанры книг. Сказки, загадки и так далее. Здесь очень много разных книг. Они все по-своему интересны. И, пожалуй, уже нельзя представить какую-нибудь школу в городе без маленькой или большой школьной библиотеки. Она нас учит делать карточки для книги, для каждой книги, чтобы хорошо найти ее. Подделки на тему прочитанных книг, заботливо подготовленные учениками разных классов, постоянно пополняют коллекцию из школьной библиотеки. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Шить костюмы для своих питомцев Надежда Важдаева начала давно. Ей нравится, когда ее собаки выглядят с иголочки. Каждый год гардероб четвероногих друзей пополняется. В новых нарядах питомцы ездят на различные конкурсы. В октябре Надежда и ее животные приняли участие в международной выставке собак в Нижнем Новгороде. Мы готовились к военной тематике, потому что в этом году будет 75 лет Великой Отечественной Победы. Это у нас костюм танка и костюм военной медсестра. Военная медсестра у нас на удивление заняла первое место на выставке в Нижнем Новгороде. Танк у нас тоже на удивление, почему-то ничего не занял, кроме приза зрительских симпатий. Ну, как бы это было что-то неожиданное. В конкурсе костюмов на международной выставке принял участие и пудель Рик. Он занял третье место. Вместе с хозяйкой Полиной они представили жюри сразу два костюма. Низнайки и ромашки. Мне очень понравилась большая гордость за собаку. Мы, конечно, ездили с ним в этот раз. Первый для нас был. И мы не ожидали, что займем третье место. Просто хотели посмотреть, а все-таки получилось по-другому. В международной выставке собак приняло участие более тысячи собак. Оценивали участников в суде со всего мира. Там обязательно должен быть костюм сшит своими руками. Просто покупной костюм никогда туда не пойдет. Это вот одно из критерий. Ну и, конечно, он должен выглядеть еще в придаче, чтобы он был удобен собаке, чтобы собака могла в нем двигаться. А не просто одел, а собака встала. Помимо показа костюмов на выставке можно было принять участие в породном ринге. Там определяли лучшего представителя породы. Победителем в этой номинации стал трехмесячный чихуахуа Александра Антошечкиной. Эксперт был с Хорватии и очень строго оценивала. Она его прижала к себе и говорила супер-супер-супер. В середине ноября участники клуба «Акбар» отправятся на всероссийскую выставку в Саранск. А весной 2020 года они примут участие в параде победы. Принять участие в фестивале «Живая история» приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России. За два дня участники проекта смогли принять участие в семинарах по бальному этикету и традициям. Попробовали свои силы в импровизационных и исторических танцах. Артем Туркин – танцор из города Удомлия. Молодой человек занялся историческими танцами всего несколько месяцев назад. Это его первый серьезный выезд на фестиваль. У меня есть небольшой опыт танцев, ну такой совершенно любительский. Некоторая подготовка, энтузиазм. И похоже, что этого было достаточно, чтобы меня пригласить. Я ожидаю какие-то новые эмоции, новые впечатления, знакомства с новыми людьми. Ну и я бы хотел для себя принять решение, продолжать ли в этом направлении двигаться, то есть именно в направлении исторического танца. В октябре 2017 года клуб «Армир» стал обладателем гранта «Саровский катильон». Цель проекта – обучить всех желающих историческим танцам. Руководители и воспитанники клуба «Армир» не раз проводили фестиваль в нашем городе. Проект настолько запомнился зрителю, что организаторы решили сделать его традиционным. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Своей музыкой мы, прежде всего, несем культуру. И наша цель – это показать просто многогранность музыки и показать, что, наверное, рок – это не всегда что-то громкое. И иногда это интеллектуальное, тонкое. И все это можно сочетать. Основатель коллектива «Алленгарден» Антон Андрианов по профессии инженер. В свободное время, помимо творчества, увлекается астрономией и даже собрал телескоп. Во время наблюдений за звездами он сочиняет музыку. «Алленгарден» – это вообще направление в современной живописи. То есть это чужой сад, когда изображают чужие миры, планеты, возможно, вымышленные. А у нас, в наших инструментальных композициях, сквозит постоянно тема космоса, миров и всего необычного. В своем творчестве музыканты соединяют разные стили. В некоторых композициях проскальзывают блюзовые нотки, но в основном это тяжелый рок. Над тренжировкой работают все участники «Алленгарден». Мы постоянно между ними лавируем, вот этими стилями, и нам это очень нравится. И, наверное, в каждой композиции у нас есть вот именно вот этот контраст, когда есть спокойная акустическая часть и более такое интенсивное нагружение – соло или рифовая часть. Сюрпризом для зрителей стало появление в руках музыканта светящейся гитары. Антон сам занимался ее модернизацией, установил светодиоды и блок управления. Инструмент программируется заранее под мелодию и светится в такт музыке. В планах музыканта создать концертную программу, в которой можно было бы показать сплав науки, техники и музыки. Елена Грыскова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Черный против белых, молодость против опыта. Среди педагогов-корифеев Евгений Кормилиц, он чувствовал себя немного скованно. Это неудивительно, так как в школе Евгений работает всего 4 года и впервые решил принять участие в шахматном турнире среди саровских учителей. Шахматами увлекался в начальной школе, потом как-то забросил и решил заново все это восстановить и передавать свой опыт молодому поколению. Шахматные турниры – это возможность обменяться опытом и получить мастер-класс со спортсменов-любителей со стажем. Соревнования проводятся традиционно в дни осенних каникул. Уже более 30 лет педагоги садятся за шахматные доски, чтобы начать сражение на черно-белом поле. Вот для того, чтобы прийти сюда и играть, тут не уровень нужен, а желание. Конечно, у учителя народ занятой, но если есть возможность, то всегда рады здесь встретить. Турнир проводят не только ради выявления сильнейших учителей в этом виде спорта. В планах возродить сборную департамента образования по шахматам. Одной из целей наших сегодняшних игр будет посмотреть, кто может еще вместе с нами поучаствовать в сборной команде на следующих, если все будет хорошо, соревнованиях. Играли по круговой системе, то есть каждый шахматист провел пять партий со своими соперниками. Всего участие в соревнованиях приняли шесть учителей. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Забить шар в лузу, вывести свои шашки в дамки и попасть из игрушечного пистолета в десятку. Осенние канюкулы проходят в игротеке клуба «Мечта» весело и азартно. На очередные соревнования в рамках спортивного ринга пришли ребята младших классов. На такие игроки обычно приходят дети разного возраста, и мои сверстники, и более младшие. Это интересно всем. Организаторы разделили ребят на команды и дали старт соревнования. Пока одни сражались на черно-белой доске, пытаясь опитрить соперника, другие старались с нескольких шагов попасть в мишень и выбить максимальное количество очков в дартс. Сложнее всего ребятам приходилось за бильярдным столом. Не всегда удавалось метко забить шар в лузу. Очень часто меняются виды спорта. Например, бывают комнатный волейбол, баскетбол, настольный теннис, бывают по нему турниры. Но чаще всего мальчишки и девчонки просят включить в спортивный ринг соревнования по дартсу. На первый взгляд, это простая игра, но она требует сосредоточенности и предельного внимания. Алисе Пахомовой не всегда удается сделать меткий выстрел. Девочка пришла на соревнования вместе со своими друзьями и очень старалась вывести свою команду в победителя. «Сложнее всего играть в дартс. Очень редко попадаю, конечно. А другие просто играть как-то». Очередной спортивный ринг прошел шумно и весело. В играх с друзьями ребята забыли про соревнования и просто получали удовольствие от занятий спортом. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей СОРОВ-24. Редактор субтитров А.Семкин